Добрый день всем. Мы продолжаем наше изучение книги Равашкина за Маниту. Мне кажется, мы в прошлый раз увидели очень важный момент. Немножко вернусь об этом. Это был разговор о свободе выбора. Это одно из главных, важных очень понятий вообще в нашей жизни и в учении Маниту. И вы тут видели, как для всех, для нас это процесс этого выбора, как это происходит с человеком, между чем и чем он выбирает. Это действительно очень существенный момент для тех людей, которые в нашем поколении выбрали верить в Творца. Интересно, что я видела в Фейсбуке на эту тему тоже обсуждение. Я не уверена, что это можно какие-то делать обобщения на основе того, что там рассказывала одна женщина. Она приводила примеры разных людей, что они по-разному делают выбор, что один делает выбор как бы рационально, а другой иррационально. Но я не уверена, что это так однозначно. Всегда есть какой-то компонент иррациональности, того, что, мне кажется, выбирает душа, а уже человек находит иррациональное восстановление. Это то, что мне кажется. И, в общем, как я понимаю, это то, что писал Маниту. Но, тем не менее, для каждого человека это может быть несколько по-разному. Он видит это по-разному, описывает это по-разному. И то, что пишет Маниту, выбор, это, мне казалось, очень важный момент, и он применен ко многим властям жизни, что выбор человека отражает его идентичность, то, что он выбирает. Есть в нашей жизни очень много возможностей выбора. Жизнь религиозного человека, она не детерминирована сто процентов. Есть речи запрещенные, есть речи обязывающие, а есть пространство выбора, есть то, что называется ршут. По некоторым мнениям, такого почти нет. То есть в каждый момент времени человек может однозначно определить, что от него требует в данном случае закон и лоха. Но то, что я учила, тех учителей, которых я училась, они как раз подчеркнули, что есть пространство разрешенного ршута, то, что можно делать, можно не делать, то, что ты выбираешь в жизни. И мне кажется, что на этом пространстве как раз и... Нехама, звук пропадает. Да, Нехама, я предлагаю... Послушай, выключи, послушай, или делаю какую-то... Секунду, плюс... Потому что я хочу ему... Пожалуйста, выключи, Витя. Извини, я не поняла, что отмотаю. Повторю, последние две минуты, да, вообще не было слышно. Про пространство я решу. Хорошо, значит, повторю еще раз про пространство решет, что это пространство, как я понимаю, на котором, с одной стороны, нет никакой обязанности логически поступать так или иначе, нет запрета. То, что человек выбирает, отражает его личность. И это является, с другой стороны, возможностью диалога с Богом. Так он проявляет свою личность в этом мире, в этой жизни, осуществляет свой выбор. То есть в этом смысле так... Чрезвычайно важная вещь, выбор. И я думаю, что для Мейнох это еще более важно, поскольку это пространство для них гораздо больше, чем для евреев. Они могут в этом пространстве определять себя, свою идентичность. Гораздо более эффективно, в гораздо большей степени, скажем, чем евреи. У евреев как бы это пространство меньше, но, тем не менее, оно тоже есть. И в смысле своих отношений между человеком и Всевышним то же самое. Я сейчас это... Секунду, я сейчас сделаю продолжение. Вот это вот тоже мы читали в прошлый раз. Человек – единственное существо в мире, которое сталкивается с проблемой свободного выбора между добром и злом. Многие люди читают Анах, интерпретируют там события, как интерпретируют змеи. Но мы еще будем об этом читать дальше. И это происходит потому, что в тот момент, когда человек осознает дилемму своего самоопределения, когда он решает создание, наделенное свободой выбора, вот именно возможностью отразить свою идентичность, возможность вести диалог со Всевышним. Или развитые животные, то есть весь мир, все детерминировано. Он обречет стать свободным. Это дает ему истинную свободу, потому что он решает, кто он есть и что он делает в мире. Когда человек это видит, то это момент, поражающий своей новизной. На самом деле, для нас это может быть более понятно тем, кто пришел к Всевышнему во взрослом возрасте, а не воспитан традицией. Но мне кажется, что это очень важно и для тех, кто воспитан традицией, мне тут говорят, вы привыкли к определенному устройству, вы выучили хорошо то, что вам говорили, это дело, но вы не постигаете глубокого смысла этого выбора, который в каждый момент в жизни вы осуществляете. И что это именно дает вам свободу. Только сам человек, и никто, кроме него, является ответственным за свой подлинный выбор, самый глубокий и самый важный в его жизни. По-моему, это мы не читали еще следующую главу, да? Я, между прочим, мы пропустили тут. Что, что? Да, вот нужно идти с этого места, не существует, дальше мы уже не читали. Да, да, просто я думала отойти назад и прочесть, может быть, прочесть, ну, без особого углубления, может быть, то, что она вставила здесь в комментариях, сноски, конспект Рава Венера, который он делал на уроках Мониту. И мне кажется, это существенное добавление к тому, что мы, о чем мы говорили. Я это просто почитаю, если... Я очень хочу, чтобы вы участвовали, если есть у кого-то что-то сказать. Мы будем очень... Я буду очень рада, чтобы все, что... Вопросы или замечания, или разражения услышали. Ладно, я постараюсь прочитать быстрее. Если есть возражения, то пропустим. Существует серьезное противостояние между теми, кто отрицает доказательства существования Всевышнего, и теми, кто считает их обязательными. Мы в наши дни с этим довольно часто сталкиваемся, что есть такие какие-то многочисленные попытки доказательств, действительно. Семинары, на которые доказывают. Доказательство существования Бога с нашей точки зрения, это очень важно, послушайте, не имеет смысла. Народ Израиля никогда не занимался вопросом, есть ли Бог. Он пытался решить проблему определения существующего Бога. Писание не содержит никаких логических доказательств реальности Творца. В Танахе есть декларации, описания, наставления, изучения, но нет теологической дискуссии. Выяснения, касающиеся Творца мира, по своей сути, являются философским, а не Танахическим. Относительно реальности Бога существует основополагающее несомненное свидетельство Танах. Сомнение в том, существует ли Бог совершенно чуждо всей атмосфере Танаха. С другой стороны, если вопрос о существовании Бога в наше время больше не уделяется внимания, то произошло нечто такое, что привело к этому. И это понадобится нам позже, но он будет об этом дальше говорить. Проблема, стоящая перед нами, это вопрос определения Бога, познания и знания Его, а не вопрос о его существовании. Танах занимается этим вопросом на уровне антибрологии, то есть науки о человеке, а не на уровне теологии, то есть науке о Боге. Народ Израиля ищет себя, собственную сущность и собственную идентичность. Бог описывается как Бог Израиля, и таким образом его определение с необходимостью привязано к народу Израиля. Идея идеологической войны совершенно неприемлема для современного человека, и поэтому современные народы не понимают, почему древние затевали теологические войны. Основой этих идеологических войн были антропологические различия между народом. Это были войны между различными мировоззрениями, между разными представлениями о том, каким должен быть человек. Решение о том, кем и чем является человек, зависит от выяснения вопроса, кто он, то есть Всевышний, и что он, творец мира, о котором мы говорим. И этот вопрос важен с антропологической точки зрения. Это решение... ...и о том, кем и... ...определение, а потому... ...человека, и тут ссылается он... ...на раба кукла. Похожее рассуждение. Это мы не будем рассматривать. Теологическое прочтение Писания является более поздним. В Танах обращаются к человеку, который уже верит в Бога, и объясняет ему, кто он тот Бог, в который верит этот человек. Эта тема проясняется в стихе, который вывел себя из земли египетской, приведенном в Десяти заповедях. Ну, в общем, короче, дальше там уже ссылка на раба кукла, и мы вернемся к тому месту, где мы были. Я просто хочу... Мне кажется, это очень-очень важное замечание Рава Ашкин-Ази, что поскольку его интересует идентичность человека, идентичность человечества, в принципе, разных народов, и чем важна идентичность израильская, и чем она отличается от другой идентичности, какую идею она несет в мир, и все это зависит от его веры. Где-то я когда-то слышала еще такую фразу от Маниту, что отношения между людьми тоже определяется тем, как его вера видит отношения между человеком и Всевышним, народом и Всевышним. И это в большей степени определяет, в большой степени определяет мораль человечества, не только его служение. Мне кажется, это один из главных аспектов лечения Маниту. На этом месте я остановлюсь, я попрошу Андрея продолжить. Ладно? Не существует никакого доказательства, ни интеллектуального, ни эмпирического, которое могло бы убедить человека выбрать тот или другой подход к тому, что представляет собой мир, природу или творение. Любое утверждение, высказанное в пользу одного из этих утверждений, немедленно порождает не менее убедительные противоположные утверждения. Маймонид высказал это прямым текстом, который не всегда правильно понимают изучающие его. Он говорит, «Если бы Тора не открыла нам, что мир был сотворен, человек не мог бы решить, в чем состоит истина. Только пророческое осознание, заключенное в человеке, опознает внутри самого себя истину, переданную ему свыше. Есть ли знание, что у мира есть Творец? Уже существует? Человек смотрит на окружающий мир взглядом, пронизанным присутствием Творца. Если этого знания не существует, он видит во всем природные явления, а себя самого считает высокоразвитым животным, у которого нет свободы выбора». То есть получается то, что в принципе есть понятие не только у евреев, у других, даже не только монотеистов, понятие, что мир сотворен, что в принципе такое может быть, это произошло после дарования Торы. Точно так же, как метраж говорит, как рассечение Красного моря было во всех реках, во всех сосудах, даже в каждом стакане, то есть все об этом услышали. Точно так же, и когда произошло дарование Торы, когда Бог раскрылся еврейскому народу, получается, что автоматически все остальные народы тоже на каком-то подсознательном уровне, возможно, как бы обрели какие-то способности понять вот эту саму возможность творения, и потом они как-то к этому пришли. Это имеется в виду? Неха, мы не слышим. Я не знаю. Мышечное почтение, да. Андрей, я попробую переключиться на интернет с телефона, потому что тут у меня очень... То есть как... Давай остановим запись на некоторое время. Да, интересно, Андрей, действительно, может быть, это... Можно так понять этот отрывок, что... Вообще говоря, безусловно, пророчество и тара открывают для других народов путь к познанию Творца и понимают того, что он уже невысокоразвитый живот. Это, я думаю, что это правильно. Цельные другие религии, даже неудаизм, они в какой-то мере это уже принимают. Проблема там, как я уже говорила, в том, что их модель отношения с Богом может быть другая. И не такая, как у евреев, и в ней могут быть чем-то ущерблены. Но и у евреев она еще, может быть, тоже чем-то ущерб. Прочтем дальше. Поэтому, прежде чем мы начнем углубленное изучение тары, сначала нужно прояснить базовые понятия. И в особенности те понятия, которые мы пользуемся с такой легкостью, будто их понимание, само собой разумеется. И вот это он обращается к тем, кто привык к определенному пониманию, выучил это в детском саду, то, что нас не касается. Но я должна сказать, что это очень часто употребляет, в лекциях разных или даже в книжках употребляется такое выражение в Израиле. Ну, это, как вам рассказывал воспитательница в детском саду, вот ваша, так сказать, вы привыкли так думать. Это не только монету, это, в общем-то, в сегодняшнем израильской реальной это довольно частое выражение. Это не то, что воспитательница рассказывает в детском саду, когда она рассказывает всякие истории из старых, истории из медрашей и так далее. Дети воспринимают это довольно простым, примитивным образом. И иногда люди продолжают этой схемой, этим восприятием пользоваться всю свою жизнь. и не пытаются прояснить их более глубокое значение. Изучение тары требует предварительного знания и способности задавать ключевые вопросы еще до того, как мы ожидаем получить ответ. За нами около 3700 лет человеческой мысли, в течение которых в понимании базовых понятий тары произошли большие изменения и даже перевороты. Это тоже очень важно понять. Это реальность, о которой немногие даже задумываются. Но это так, потому что начинается эпоха Танаха, позже Мишне, Талмуда и прочих комментариев и так далее. Все время происходило продвижение, пишет даже перевороты, изменение, углубление понимания тары. Это так же, как человек с детства воспринимает это в каком-то более упрощенном виде, так же и в процессе истории мы продвигаемся в понимании вот этих базовых понятий. И это с необходимостью рождает требование продолжать углубление понимания тары. нам бы хотелось отсеять сорняки, примешавшиеся к изучению тары. В этом процессе комментариев, понимания различных возникают и ошибочные тупковые пути, дополнения, ошибки, искаженные идеи и переводные толкования, которые накопились на протяжении истории. Мы знаем всегда, что перевод часто искажают смысл. Нам бы хотелось установить первозданный подлинный и чистый момент получения тары без тех оговорок, которые прибавились к нему на протяжении многих лет. Это не значит фундаментализм, это значит, что в изначальном даровании тары содержалась вся ее глубина, которая раскрывается в течение поколений. Так я вас очень понимаю. Найти истинный эмпирический подход к изучению писания. Однако этот процесс требует времени, желания и раздумий. Именно поэтому мы должны прояснить хотя бы некоторые из основных понятий, прежде чем приступать к изучению самой тары. Это и есть та проблема, с которой сталкивается тот, кто начинает читать тару. Мы уже заметили ошибку, лежащую в основе выражения жизнеетворения. То есть это нигде не сказано, что это жизнеетворение. Это принято так называть, как мы вначале уже говорили об этом принято их называть шестью дня творения. И все мысли так приводились за то, что это принято. Но там в основе лежит ошибка. И то, что процесс описанный в начале книги берешит, следовало бы скорее назвать шестью днями созидания. Есть различие между творением и созиданием, о котором мы говорили раньше. Или деянием начала. Масэй берешит, мы говорим. так и называется. В единый мид появляется сущая из ничего вся первичная материя составляющая творение. Это не только происходит вне рамок знакомого нам времени, но и первичная материя сразу после этого оказывается в состоянии хаоса. Во-первых, мы поняли, что это происходит вне рамок времени, как бы мы в состоянии это понятили, не в состоянии. но следующий шаг, что первичная материя изначально в этом процессе преобразования изначально почему-то находится в состоянии хаоса. Земля изначально пустая и хаотичная и тсмана бездная. Понятие дгом не очень понятно тут, переводится в бездну. И рамок объясняет, что бездна это внешнее выражение внутреннего хаоса, который Всевышний организует, вылепляет и придает ему форму в течение шести дней. То есть существует хаос и что значит бездна? Бездна это внешнее выражение хаоса. Это некоторый, как мне кажется, образ, который отвечает представлению о хаосе. Там нет ничего определенного, ничего организованного, там нет никакого смысла. И когда человек смотрит бездну, в нем нет начала, нет конца, нет цели, нет смысла. Вот так мне кажется. Как вас считаете? при этом Всевышний сотворил так же небо, про которое не сказано, что оно было безвидно и так далее. Получается, что это только часть сотворенного, она вот такая хаотичная. И наверху как бы есть некий шаблон, я не знаю, из которого вот этот нижний хаос начинает организовываться. Наверное. Зелучий Рав здесь про это не говорит, он больше говорит о том, что происходит внизу. То есть на самом деле, видимо, небеса не понимается, земля тут понимается в более общем смысле, как все творение, вся Вселенная. преобразование происходит на земле, в том числе там солнце, луна, звезды и так далее. Все включено. Так что небеса, наверное, это что-то другое. То есть если мы говорим о символическом представлении о том, что начинается с хаоса, начинается действительно с хаоса на земле, но есть какая-то модель, как ты говоришь, наверное, правильно. Может кто-то еще готов почитать? Григорий, вы готовы? Ну давайте, Андрей, мы с вами. Хамонит, у меня экран слишком маленький. Хорошо, понятно. Давайте я почитаю. Давайте. Организация творения, да, отсюда? Да-да. Чтобы понять процесс, который мы называем здесь этап созидания, то есть придание формы первичной материи, давайте возьмем для примера план первого дня. и сказал Бог, да будет свет, стал свет. Разделим этот стих на две части. Первая часть это планирование, то есть мысль, которая ведет к действию. Вторая часть рассказывает читателю, что произошло на деле. Действие, реализация и результат. На самом деле можно провести еще более подробное деление, и тогда мы получим четыре этапа. Первый, и сказал Бог, мысль, которую можно назвать предварительное планирование. Второе, да будет свет, планирование, выраженное в словах Бога. Третье, и стал свет, реализация действия. И четвертое, и увидел Бог свет, что он хорош. Результат и оценка в этом примере, описывающем начало первого дня, планирование, реализация, полностью идентичны. На иврите слова, да будет свет, игеор, и слова, стал свет, игеор, пишутся совершенно одинаково, поэтому разница между этапами не особо ощущается. Однако далее мы увидим, что в остальные дни творения существует существенно различие между вторым этапом планированием и третьим этапом выполнения. Это различие между планированием и его реализацией. В следующие дни приводит к многочисленным и разнообразным практическим последствиям. В святом языке, в отличие от многих других языков, глагол «быть» является неспомогательным глаголом, а глаголом, описывающим самостоятельную реальность. На английском мы говорим «I'm going», а на французском «jesu is esis». Я на французском не учился, поэтому не знаю точного произношения. В этих языках глагол «а-ю-эй» это вспомогательный глагол. В отличие от них в иврите глагол «а-ю-эй» это самостоятельный глагол, указывающий на состояние самостоятельного существования. Вот я не знаю, мне кажется, в русском тоже так, как говорится, да? Или я ошибаюсь? Что лучше понимает в грамматике? Ну, вспомогательного глагола «быть» в русском вроде нету. Нет, он не вспомогательный, поэтому он как бы обращается к… Это скорее разъяснение для тех англоязычных, франкоязычных людей, для которых перевод создает проблему, да? Но по-русски «бытие» это «бытие». Это ближе к европейскому «легиот». Я не знаю, «to be or not to be» на английском. Это тоже «быть или не быть» похоже. Не знаю. Это мне не очень, не совсем тут… Это как раз место мне не совсем понятно. Если кто-то лучше меня понимает, я рада тут его услышать. Но хочу подчеркнуть, что это вот то, что мы сейчас прочли, это очень-очень важно. то, что это единственное место во всем творении, когда реализация полностью адекватно планирования, это очень важно. Свет – это единственный момент, который реализован адекватно, так, как Бог планирует. я не помню даже это. В этом пишет об этом здесь монету или нет, но мне кажется, пишет. В других местах он говорит, что единственный, кто послушался, выполнил по своей свободной воле, мне кажется, он пишет дальше об этом. Это, видимо, спойлер. Я уже говорю, возможность сделать или не сделать у материи существовала. Сделаться так, как Всевышний запланировал или не сделался. То есть изначально, с самого первого момента творения в него заложена свобода воли. как мы уже говорили, это важная вещь, но именно то, что она находится в самом первом стихе Тары, это подчеркивает ее важность. Не она сама, а намек на нее, что возможно, чтобы свет сделался не так, но он сделался стопроцентно так, как был Захламин и Ор. А дальше мы увидим, еще раз подчеркну, что Раф здесь пишет, что это имеет разнообразные совершенно следствия и выводы влияния на нашу сегодняшнюю жизнь, потому что отклонение, реализация отклонирования это то, что определяет наш мир и то, что определяет задачу человека в нашем мире. Мы это увидим дальше, конечно. Нихам, а слышно меня? Да. Я хочу сказать, это еще выстраивает некую иерархию между субстанциями, что ли, свет на высшей ступени находит, и дальше уже земля, деревья. дифференциация раньше постепенно. Есть, кто-то говорил позапрошлый раз, что здесь есть этапы, это тоже важно, не случайно это разбито на 6 дней и 6 этапов, что есть разные стадии в этом преобразовании хаоса в мир. И у каждой стадии есть свои особенности, и у каждого божественного речения есть свои особенности, и у каждого отклонения от этого плана есть свой смысл, свои особенности. И вникать это очень непросто. И Рада дает только в дальнейшем несколько примеров. Некоторые примеры известны нам из витражения, некоторые примеры можно вывести из внимательного чтения. И Рада выводит из внимательного чтения первой главы. И во всем это есть очень много смысла. Спасибо. Мы сегодня тоже кончим около 7.30, потому что потом у нас есть важное дело. поэтому и стал свет означает, что свет стал существующим, получил существование. из-за этого не было его, поэтому он стал. Реальность в этом мире зависит от света. Когда мы осознаем тот факт, что освещенность это сущность материального в этом мире, когда добудет и свет это найдет. Нахама, не следует ли из этого, что свет вообще имеет другую категорию? Это то, что называется ешми айн и ешми еш. Получается, что свет это продолжение сущности творца. И поэтому он именно точно так же и стал по замыслу. И совершенно не факт, что у него был выбор. Я не знаю, мне кажется, у света тоже было. Все это уже не творение, оно происходит, то есть брия, в полном смысле этого слова, ешми айн, она происходит только вне того, что дальше разворачивается. То есть все божественные речения, все преобразования, они уже ешми еш. Есть пока хаос, из этого хаоса возникает свет. То есть вот этот весь хаос, который произошел, это уже ешми айн, и все, что внутри его, это значит тоже ешми айн. Что внутри у него, внутри его, трудно сказать, например, то, что Раша говорит, если бы мы увидели, мы были поражены. Это вопрос очень сложный, в Каббале там есть разные объяснения, уподобления и так далее. Я не беру здесь давать окончательный ответ в том смысле, но из того, что Равда этого говорил, мне кажется, что это уже первое речение, оно начинает преобразование ани нетворения. То есть это не ешми айн. Это создание из первичного хаоса возникает свет, то есть свет основа всей материи, это что дальше говорит. Но оно рождается из хаоса. Нет, можно понять, что вот есть хаос, и потом в этот хаос проникает луч этого света. Нет, ты хочешь объяснить это, ты хочешь объяснить от нас гулять в ее шерпе, это не совсем то, мне кажется. Это немного другая модель, мне кажется. Я не берусь это стопроцентно сказать, но у меня такое ощущение. Таблистическая модель, она в общем-то описывает не то, что происходит в мире, а то, что происходит как бы в мире. То есть то, что происходит в мире, может отражать те процессы, которые происходят в нене. Я не хочу даже пример приводить, например, возьмем понятие более такое близкое нам Шеврад Килим. Шеврад Килим это тоже в мире, то, что происходит разбитие сосудов. Потом начинается процесс восстановления сосудов, это модель стическая. Но это развитие, оно происходит постоянно, и оно происходит в истории, оно происходит и... То есть эти вот процессы, которые как бы являются моделью, они не... Они находятся в нене мира, как модель, например, чертежил, что он находится не в моем доме, который построен по чертежилу, он находится в офисе строительной компании. Но дом построен по этому чертежилу, и в процессе истории проявляются эти же схемы, разбитие сосудов, неважно, это говорится о грехе тельца, или о том, как... о завоевании Иудея Шамрона, и почему Израиль не мог освоить эти территории. Пример, это первое, что приходит в голову. То есть в истории постоянно происходят такие же события, и в построении мира происходят такие же события, которые описываются в кальбилистических схемах. схемах, чертежах, не знаю, по которым мир работает. Но свет, он приходит тоже вешми, понимаешь, да? Он возникает из хаоса, да? Но это не значит, что это еще какое-то дополнительное творение. Творение, оно остается вне мира. Это так, я понимаю. Он может быть не согласен. Рот Меофиль, например, да? Света возникают из того, что есть в этом мире. Иначе мы все время бы, для того, чтобы создать свет, внести свет в этот мир, нам бы нужно было все время какое-то новое творение. Не знаю. Нет, ну, опять же, вот это ешми айн, да? Точнее, ешми еш. Можно сказать, что это то, что подчиняется Всевышнему. Да? Как он сказал, так оно и стало. Вот. И оно, соответственно, как бы влияет уже в мире, в котором все имеет выбор и не подчиняется ему. Да? Это как бы его представитель, да? то есть его слово, которое реализовалось так, как он это сказал. То есть оно имеет... После того, как свет стал так, он сказал, возможно. Но я действительно реально не очень помню. Я переводила книгу, но память у меня такая не сто процентов. Я не помню. Мне кажется, в дальнейшем Рав об этом говорит, что у Света была свобода выбора. Где-то я про это слышала, помимо этого отрава монетур. И то, что у Света была свобода выбора, это тоже важный момент в начале творения, что свобода выбора была создана буквально в первой... в основе мира. Но посмотрим, дочитаем. Если этого не будет, то, может быть, можно видеть и так, как ты. Не знаю. Давай посмотрим, что дальше написано. однако в этом предложении скрывается нечто еще более удивительное, на что мы не обращаем внимания из-за привычки повторения и хорошего знакомства с тобой. Это то, что он часто подкалывает тех, кто хорошо знает того. Нужно прочесть это предложение ивритскими глазами. Ein evri. ивритское это всегда намек на корень оригинальное, правильное, изначальное восприятие еврейское, каким оно должно быть, скрытый в нем вопрос. Стих гласит, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Здесь скрывается вопрос, как может быть, о, это то, что я помню, что в этом предложении подчеркивается результат и стал светом, который сам по себе понятен, поскольку никто, но и как всесильный и бесконечный творец дал соответствующие указания, а если это само собой разумеется, то излишне рассказывать нам о результате, это вот то, что я говорила. И сказал Бог, да будет свет, и из этого было бы понятно, что свет действительно был сотворен, или можно было бы написать и стал свет. Любой из этих двух частей фразы было бы достаточно, чтобы мы знали, что появился свет. Ведь это творец сказал Бог, или может быть нет? Почему, несмотря ни на что, Писание добавляет результат действий? Может быть, для того, чтобы сказать нам, что существовала и другая возможность. Какому потрясающему открытию здесь хочется научить нас Тара? Разве можно сомневаться в силе Всевышнего, его способности осуществлять свою волю? Конечно же, нет. Поскольку изначально сомневая Тары является то, что творец всесилен, совершенен и вечен. Если Тара все-таки описывает то, что здесь произошло именно в такой, а не в какой-либо другой форме, представляется, что здесь идет речь о другом. В Таре написано «И сказал Бог, дабыть свет» и стал светом. Если здесь описывается ситуация возможного разрыва между божественным указанием и его реализацией, если Таре действительно всемогуч, то единственное заключение, которое можно попросить в этом случае, состоит в том, что творение могло формироваться и действовать не так, как Бог ему указал. Другими словами, если существует разрыв между планированием и реализацией, это означает, что первичной материи, которой в этот момент дается форма, на этом этапе есть свобода в жизни. Так что, в общем-то, я с Таре была права, правда? Да, значит, ты был. Ну, потому что, во-первых, я помню, потом я где-то об этом уже, может быть, говорила, или кто-то другой об этом говорил, и этот момент очень важный, на самом деле. да, эту поразительную идею невозможно понять не на основании перевода в Танаха, почему? Потому что только вы видите, мы видим идентичность, копипрест, да, полностью идентичное повторение, поэтому перевод это не может отразить. И был свет, сказал Бог, и будет свет, и стал свет, совершенно разные слова по-русски. Не, когда мы читаем Тору привычным образом. привычным образом мы не обращаем на это внимания. И это так важно. И действительно, вывод абсолютно логичен. важность того, что свобода выбора есть у всего творения, это значит, что она лежит в основе всего. Не просто, так сказать, одно, еще одно свойство мира, еще одно свойство человека. когда читатель, привыкший к чтению Торы, впервые пытается прочесть Тору ибридскими глазами, он обнаруживает, что имеет дело с категориями писаний, меньше-меньше общего с тем, что он привык думать и знать. Это снова, я думаю, относится ко всем религиозным и религиозным. Такой читатель должен отбросить все свои старые стереотипы, привычки и предрассудки, которыми он обзавелся, оторваться от знакомого, известному и совершить прыжок в сокрытое. Ну, я думаю, что к нерелигиозным это еще в большей степени относится, потому что привычка читать Тору примитивным образом, она скорее свойственна людям нерелигиозным. Если есть какие-то вопросы или дополнения, я рада буду услышать, но у меня уже время приближается к концу. Мне кажется, Андрей, у вас тоже есть что-то в 12.30? Да-да-да, нам тоже нужно в 30 минут бежать. Да, если кто-то хочет сказать, у нас есть 4 минуты еще на разговоре, вопросы и замечания. 4 минуты мало. Мало. Тогда, во-первых, вы можете написать в чате в чате. Чат современной английской философии. Кстати, может быть, я поставлю на него ссылку в общем чате, если кто-то... Или в тех чатах, где мы публикуем объявление о занятии, тоже, наверное, надо поставить ссылку, чтобы там, если есть... на танк, по-моему, поставил, если я не скажу. Нет, ссылку на чат мне только сейчас пришло положено поставить, потому что люди могут приходить сюда из разных чатов, то есть в разных чатах стоит ссылка, а обсуждать лучше в одном, если есть желание обсудить, это было прекрасно, и в любом случае, если мы не сможем обсудить танк, то обсудим в следующий раз, и есть время подумать. Если кто-то все-таки что-то хочет сказать, было бы хорошо. Ну нет, тогда мы прощаемся совсем до следующего раза, и если кто-то слушает нас потом в записи, я тоже приглашаю его участвовать в обсуждении в чате, например, присылать вопросы, чат, это называется современная английская философия, вам тоже относится как бы к бритулам, чат бритулам, и если трудно его будет найти, то можно ко мне обратиться, написать мне в телеграме, в ватсапе, в фейсбуке, и я пришлю ссылку на этот чат. Всего хорошего, было очень приятно пообщаться, немножко вышло сегодня в конце смазано, мне кажется, извините за то, что у меня интернет не очень вначале был, я думаю, что я дальше тоже буду с телефона ходить, потому что телефон как-то более надежно оказывается в этом смысле. Всего хорошего всем, спасибо и до свидания. Спасибо. Спасибо. Всем спасибо. Спасибо.